Субтитры предоставил DimaTorzok ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком. По его собственному признанию, он возлагает большие надежды на сегодняшние переговоры. Участники должны заслушать доклад о результатах деятельности трех профильных подгрупп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Они также сегодня собирались в Минске для проведения консультации. Обсуждение прошло в закрытом режиме, подробности пока не разглашаются. Вооруженные силы Украины игнорируют минские договоренности и целенаправленно обстреливают гражданские объекты Донбасса, чтобы запугать население. Об этом сегодня заявили в руководстве провозглашенных республик. Ночью в результате массированной атаки на Докучаевск со стороны силовиков погиб мирный житель. Удары наносились с применением танков и тяжелой артиллерии. По Донецку силовики открыли огонь из реактивных систем залпового огня. Вели преимущественно по району железнодорожного вокзала и окрестностям аэропорта. Военные сводки обобщил Никита Васильев. Массированный обстрел Докучаевска продолжался больше часа. Украинские силовики использовали артиллерию и минометы. Это Градина, да? Да. А вам на память, да? Да. Что такое память? Ай-яй-яй-яй-яй. От ВСУ. Вооруженные силы Украины. Один житель погиб, один ранен. Очаги пожаров удалось быстро нейтрализовать. Основные разрушения в частном секторе. От некоторых домов остались лишь стены. Своими силами местные жители восстанавливают то, что еще подлежит ремонту. Крыши, окна, фасады. Ожесточенные бои под Марьинкой. Ополченцы со стрелковым оружием не держивают позиции. Говорят, что локальные бои идут здесь постоянно. Все эти провокации, укропы подлазили уже сюда. Мы даже не контратакуем сегодня. Мы чисто с позиции. Мы не на шахтах, не приблизились к этой земле. Ночью завязалась перестрелка и в районе Донецкого аэропорта. На смену автоматам очень быстро пришла артиллерия. Украинская армия снова обстреляла окраины Донецка и близлежащие села. Повреждены несколько домов, есть раненые. Всего Минобороны ДНР зафиксировало более 30 нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки. По территории Донбасса было выпущено 64 артиллерийских, 112 танковых снарядов, 158 мин калибра 82 и 120 мм. Также применялось зенитные установки, противотанковые средства, гранатометы и стрелковое оружие. На территории ЛНР обстановка в разы спокойнее. Местные власти зафиксировали 8 обстрелов. Пострадали трое военнослужащих народной милиции. Артиллерия повредила трубопровод и насосы трансформаторной подстанции. В итоге значительная часть населенных пунктов осталась без водоснабжения. Украинские диверсанты также разрушили мост. Режим прекращения огня за минувшие 4 дня украинской стороной как продолжал нарушаться, так и нарушается. За истекшие за указанный период населенные пункты ЛНР в 17 раз подъезжались обстрелом со стороны ВСУ. Вот так это выглядит с высоты птичьего полета. Это кадры со сбитого украинского беспилотника, который то ли снимал отчет, то ли корректировал артиллерию. Зафиксированных фактов преступлений против мирных жителей становится все больше. Но похоже на Украине и тем более на Западе. На это никто не обращает внимания. Никаких расследований, преступлений, серьезных, совершенных в контексте карательной операции, которая так застенчиво называется антитеррористической по-прежнему, не проводится. Обстрелы продолжаются, грубые нарушения минских договоренностей. И гибнут мирные люди по-прежнему, к сожалению, в том числе дети. Безнаказанность это мощнейший тормоз на пути национального примирения на Украине. Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать разрушения. Только за выходные они насчитали почти 700 взрывов. Но такая статистика пока единственный результат деятельности мониторинговой группы. И многих это не устраивает. Никита Васильев, Артем Данцевич, ТВ-центр. Ситуацию на востоке Украины сегодня обсудят и в Париже. На встрече министров иностранных дел нормандской четверки, главы депведомств России, Франции, Германии и Украины рассмотрят ход выполнения минских договоренностей. Позиция нашей страны остается неизменной. Москва настаивает на полном и точном выполнении всех пунктов соглашений. Предыдущая встреча министров четверки прошла в апреле. Тогда главы МИДов констатировали, что режим прекращения огня периодически нарушается. Они также призвали с стороны конфликта согласовать график отвода танков, минометов и орудий калибром менее 100 мм. Перед началом сегодняшней дискуссии министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет отдельные переговоры с французским коллегой Лораном Фабиусом. Защита граждан от махинации при покупке жилья, отношения к организациям, получившим статус иностранных агентов, а также выплаты пособия матерям, отдых в Крыму и критика чиновников. Самый широкий круг вопросов обсуждался сегодня в Кремле на торжественном заседании Общественной палаты России. Со дня создания этого органа исполнилось 10 лет. Поздравив участников встречи, Владимир Путин отметил, что палата уже имеет огромный опыт в обсуждении актуальных проблем, а также реализовала многие инициативы, направленные на улучшение жизни людей. Анна Пешихонова подробнее. Общение президента с членами Общественной палаты продолжалось больше полутора часов. Говорили не только об итогах работы за прошедший год, но и за все время существования института. Уже 10 лет общественники активно участвуют в законотворческой деятельности страны. Это самое убедительное доказательство того, что Общественная палата состоялась. С ее позицией, выводами и предложениями вынуждены считаться и считаются и экспертное сообщество, и представители власти. Это повседневная работа обеспечения доступа общественности к законотворчеству и есть реальный механизм прямой демократии. Только в прошлом году через Общественную палату прошли 24 законопроекта. В 10 из них удалось внести существенные поправки. Государственная дума неохотно, но прислушалась. Круг тем для обсуждения сегодня самый широкий. От работы кадетских школ до материнского капитала. По словам председателя палаты, делегаты внимательно относятся к любым, даже самым мелким общественным инициативам. И вот вчера замечательный проект из Новосибирска. Молодые волонтеры поддерживают одиноких пожилых людей. Они называли цифру 18 человек, которых они сейчас поддерживают. И потом журналист меня спрашивает, слушайте, ну неужели это вот тот масштаб Общественной палаты России, которым вы занимаетесь. Вот мы с коллегами считаем, что для нас не может быть малых проектов или больших проектов. Зачастую малые проекты – это начало с чего-то очень большого, системного. Систематизировать работу поможет перечень НКО. Наиболее важный из них получит статус повышенной социальной пользы. Такие некоммерческие организации вполне могут рассчитывать на ряд налоговых льгот. Это могут быть, например, льготы по оплате налогов на имущество, землю и транспорт для этой категории НКО. Это, по прикидкам ФНС, не такая большая сумма. По 2014 году в общей сложности сумма всех этих налогов, уплаченных НКО, составила около 43 миллионов рублей. В случае, если правительство поддержит инициативу, эти деньги могут пойти на решение важных социальных задач. Сегодня в России зарегистрированы более 220 тысяч некоммерческих организаций. Почти 70 из них носят статус иностранных агентов. В этой связи президент вспомнил недавнюю публикацию на сайте общества по защите прав потребителей. Организация настоятельно советовала россиянам, которые собираются в Крым, обращаться за разрешением к украинским властям. Это забота о гражданах России? Нет. Это обслуживание интересов иностранных государств в отношении России. Вот именно для этого и вводилось это понятие, понятие иностранный агент. Чтобы иностранные государства не использовали инструментов подобного рода для вмешательства в наши внутриполитические дела. Отдел внутриполитических перешли к социальным вопросам. Россиян пообещали защитить от мошеннических схем при покупке жилья на вторичном рынке. Выписка из единого госреестра могла бы стать главным и единственным доказательством чистоты сделки. Также общественники предложили пересмотреть финансовую политику поддержки сел и деревень. Из выделенных Минсельхозом в прошлом году 190 миллионов рублей, более половины вернулись в бюджет неиспользованными. Всего за время общения обсудили 11 тем, которые лягут в повестку теперь уже следующего года работы общественной палаты. Анна Пешаконова, ТВ-центр. Россия намерена больше загружать заказами свои судостроительные заводы, заменяя в речном и морском флоте суда иностранного производства. Об этом сказал Дмитрий Медведев, посетивший сегодня одно из предприятий отрасли в Петрозаводске. Онежский судостроительно-судоремонтный завод недавно возобновил работу после более чем двухлетнего простоя. Слава правительства осмотрел ЦХ, там сейчас идет постройка нескольких судов небольшого тоннажа. Пока на заводе работают 150 человек, но уже к концу года коллектив вырастет до 500, а в перспективе до 1000 человек. Общаясь с рабочими, Дмитрий Медведев отметил, что завод обеспечен как заказами, так и финансированием. Заказов много. Надеюсь, что так и будет. И, соответственно, всем будете обеспечены на ближайшую и среднесрочную перспективу. Нам нужны суда всех этих классов, потому что мы значительную часть просто потеряли из-за того, что не строили. Часть покупали за границей. За границей и дороже обычно, но и самое главное, мы можем сами делать. Почему? Можно заграничные покупать. Возможности для этого сейчас все есть. В общем, будем стараться замещать иностранные суда, а вы нам в этом должны помочь. Североатлантический альянс продолжает готовиться к отражению неких вызовов, якобы исходящих со стороны России. Для обсуждения этого вопроса глава Пентагона даже отправился в европейское турне. Сегодня Эштон Картер прибыл в Таллин, а накануне посетил Берлин, где встретился с министром обороны Германии. По словам Картера, США и НАТО не стремятся делать из Москвы врага, но готовы защищать своих союзников в случае угрозы. Антироссийская риторика Вашингтона на фоне украинского кризиса ужесточается с каждым днем. Картер уверен, что разногласия между Западом и Москвой будут носить долговременный характер и называет этот период полярной ночью. Уже завтра тему российской агрессии будут обсуждать в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО. По данным прессы, среди прочих вопросов на повестке дня, возможность размещения в странах Восточной Европы тяжелого вооружения. Из-за нашествия саранчи для помощи сельхозпроизводителям создан оперативный штаб, поля обрабатывает авиация. На сегодняшний день только в этом регионе насекомые уже уничтожили более 200 тысяч гектаров угодий. Целью опасного вредителя также стали Астраханская область и Башкирия. Последние данные о ситуации в пострадавших регионах у Лилии Поповой. Солнце закрыто тучами, тучами насекомых. Автомобиль еле продвигается по дороге сквозь плотный рой. Кажется, еще чуть-чуть, и они полностью залепят лобовое стекло, и Лирой унесет машину. Саранча в Астраханской области захватила все. Небо, поля, дорожное полотно. Одну поймал. Вот скотина. Вот она. Вот она. Смотри, какая здоровая. Вот. Их тут, их тучи. Нелестные высказывания насекомых вполне понятны. Саранча – один из самых грозных вредителей планеты. Ее нашествие – одно из наиболее ужасающих бедствий для посевов на всех континентах. В еде совсем неразборчиво. Все, что зеленого цвета, для этого насекомого съедобно. Рой саранчи. Численность некоторых стай достигает нескольких миллиардов особей. Способен полностью уничтожить огромную площадь, засеянную культурами, всего за несколько часов. Насекомые могут мигрировать на несколько десятков километров в день, поражая все на своем пути. А это серьезный экономический ущерб в регионе. Разорение тысяч хозяйств. В некоторых случаях даже голод. Именно поэтому сразу в нескольких российских областях, подвергшихся атаке насекомых, введен режим ЧАЭС. В Астрахань в борьбе с предителями подключили авиацию. Химическая атака с воздуха – задача не из легких. Пилоту приходится маневрировать на предельно малой высоте – 5-7 метров. Поэтому к таким работам привлекают самых опытных летчиков. С помощью авиации в Астраханской области инсектицидами обработано 5000 гектаров земли. Шестая часть от пораженных площадей. В Оренбуржье вредителями охвачено больше 200 тысяч гектаров посевов. В регионе образован штаб помощи пострадавшим сельхозпроизводителям. Крестьяне и сами не сидят сложа руки. Помогают авиаторам с земли. Опрыскивают поля и огороды с применением техники и вручную. Правда, человеческих сил не хватает. На этом поле ночью прошла обработка. Закончили вот буквально. День-два, я думаю, она опять здесь появится. Потому что вот вы видите, около посадки она есть. В прошлом году, например, были случаи, что на одном и том же поле до четырех раз обрабатывали. Саранча размножается достаточно быстро. Из отложенных яиц личинки появляются уже через две недели. Одна самка может произвести полторы-две и более тысяч детенышей. Их рассадниками нередко являются бесхозные земли или территории, которые владельцы не считают нужным обрабатывать. А государство не может тратить бюджетные деньги на опрыскивание площадей, у которых есть хозяина. Лилия Попова, Юлия Олейник, ТВ-центр. Какими должны быть журналисты и медиа-менеджеры в 21 веке? Эту тему обсудили сегодня эксперты, представители ведущих телеканалов, газет, интернет-изданий. Участники «Круглого стола» признали, что традиционные формы подготовки специалистов уже не отвечают запросам времени. Современные медиа-менеджеры должны быть, с одной стороны, культурными и грамотными людьми, а с другой — уметь разрабатывать проекты, анализировать их качество, привлекать деньги. «Круглый стол» был организован высшей школой экономики. В сентябре там стартует программа обучения специалистов медиа-коммуникации. Руководство школы высказывает в связи с этим пожеланий, чтобы средства массовой информации через наблюдательный совет или в иной форме также включились в подготовку кадров. В 19.30 программа «Город новостей», а главный информационный выпуск на канале ТВ-центра в 22 часа. До встречи.